друзья всем привет зачем нам сколько раскладушек сейчас будем рассказывать зачем нам сколько раскладушек ну в первую очередь расскажем про поросят и про розыгрыш друзья по поводу розыгрыша получается победи его три человека дима дима английскими аккаунт это получается он черкас должен приехать покажу с черкас это 500 километров ко мне но говорит будет ехать второй сергей калашников на 10 грамм ошибся и вот сергей калашников из россии живет в квартире и говорит спасибо за доверие написал аккаунт с аккаунта но говорит мне поросенок не надо если можно своего поросенка я отдаю сварщику который купил кнопку на это сварщик наш александр анатольевич сварщик который купил кнопки и он отдал ему свою свою свой выиграл своего кабанчика породы дырок анатоль ничего анатоль что ты хочешь сказать я хочу от всей души поблагодарить сергей калашников за то что мне уступил поросенка я очень благодарен ему и как раз мне анатолий что же но он сразу сказал когда начался розыгрыш он говорит но я тебе так на прямую говорю 33 килограмма но он то понятно него дал но все равно ему досталось ему подписчик отдал своего поросенка дырок рады ты на то рада мы его скастрируем и он будет на заберет его на откорм хряка ему пока не надо потому что одна только свинка кнопка так на откорм короче вас 3 не объявился объявится потом я скажу друзья насчет от этих вот раскладушек это получается бочины от станков для опоросов мы сейчас перебрали вот это более-менее целая часть вот эти вот все оцинкованные все с заглушками ну все как надо это хорошие датские станки тут получается в чем собственно говоря проблема тут вот такого типа ноги были вот так на идет задняя она идет со сгибом и вот где вот этот изгиб тут а самое слабое место на вот этом колене и при любых нагрузках она здесь и отламывалась это я набрал типа как рэм комплекты под ремонт я себе из них сделаю три станка которых мне не хватает вот эту часть использую как уже выгнутые углы и как трубы тоже на ремонт и пару стенок возьму отсюда и также хочу еще пару станков сделать то есть мне надо еще три станка я себе три станка сделаю пару станков сделаю на продажу но сделаю будут готовые покрасим все ну хоть и оцинкованные все равно сверху покрасим и и выставлю их на продажу кому надо будет но я потом скажу что вот эти станки я продаю и буду продавать два штуки так этот станок мы используем чисто углы девяностые градусы на задние дверки на переднюю стенку а с этих еще будем что то делать то есть вот так по станкам я думаю я вам объясню по чем брал брал я вам скажу так я взял больше чем не надо брал и недорого и не дешево а так я вам скажу то есть он весь тяжелая одна половина больше 20 килограмм килограмм 25 но так несешь 25-30 я планирую как сделать вот смотрите такая точно половина и от от этого такой ноги вот азанатом она была вот они там видно ремонтировали что-то этот но на этом месте на колени или перед коленом она и ломается я хочу сделать с анатоличем вот где эта нога идет с коленом здесь мы обрезаем и делаем обычные ровные ноги с такими пластинами для расширения пластины чтобы расширялась сантиметров на 16 на 20 станок передние и задние части передние и задние части мы сделаем точно так же как не прислали станок два станка вот такого типа вот вот такого типа я сделаю заднюю дверь точно такую же пластины выпустим точно такие же ну там чуть переделаем конечно чтоб равномерно было но то уже то уже наши доработки но дверь такого типа а переднюю стенку тоже такого типа только без этой дуги она нам это туда не надо на тех станках эти дуги идут сюда ближе то есть это не надо переднюю стенку такого типа только наверно без листового металла я сделаю полосу или две или три полосы мне толстых и на тех на моих станках на новых эти вот дуги не надо вот эти которые поднимается опускаться эти это дуги влияет на то когда она резко хочет лечь чтоб ей надо было сначала пациенту опуститься медленно а потом внизу разворачиваться там на тех станках сейчас я покажу обращу именно на это внимание получается на этих станках которые мы сейчас будем делать вот просто мы сейчас уже подходим к ним к этим станком вот видите вот внутренняя часть станка анатолич а ну иди подержи типа поставки по тут уже передняя стенка есть вот так вот видите вот типа передняя стенка уже есть а то крепится к передней стенке вот задняя нога и здесь эти дуги уже вот они выгнуты вот так все идет вот эти выходят сантиметров на 13-14 это чтобы свиноматка сначала лягла опустилась а потом ложилась снизу мы так и сделаем пластины такие что все пластины я такие купил вот будем сверлить а это мы нас верили это я на поилку по елке буду делать у меня эти надо поменять ремонтные пластины по елка регулируется это уже нарезано на поилку то есть это я потом покажу так что так друзья здесь получается вот когда она стоит вот передняя часть возле передней стенки дуги сразу идут тут тут не надо нам делать от передней стенки дугу а задняя перед задней дверью уменьшается и тут задняя дверка может чуть меньше ну такого типа вот анатолий держит как он типа будет стоять и вот видите это дуга получается этот металл толще тут идет и выпирает сюда то есть вот так вот зачем нам сколько раскладушек с анатоличем будем сейчас все перебирать что-то порежем ну вот мне надо вот допустим это первая стенка в анатолич а это 2 это 1 станок вот две стенки 2 станут и 3 станут вот это мне что надо и все а это стенка 1 2 это станок и еще берем две стенки это второй станок одну стенку я порежу на ремонт и тут а вообще левая какая-то я ее тоже порежу на ремонт на ремкомплект и но так так и сделаем они оцинкованные ну будем края зачищать где будем варить и таким образом потом будем вскрывать чтоб не ржавело не гнило да натуре металл толщина тройка трубы то есть металл хороший и видите везде посверлены дырочки не просто так видно что внутри не собирался конденсат это заводские станки я так понимаю так надо и так же покажу вам по сараю что мы сделали уже по сарай по сараю мы анатолий мне помогает и мы уже то еще наверно дня два назад закончили полностью все клетки полностью все клетки закончили но давайте начнем с этой бака мы сделали такого типа передние двери надежно хорошо вот так это не выгинали прутик пускай он роли не играть это тут а где в более мелкие будут поросят а там допустим доращивание ну пример надо малых отсадить это так это уже чуть побольше клетка чуть пошире все двери одинаковые мы с анатоличем купили получать купили пластины не пластины наши купили трубочки и кругляк 14 и сами поделали навесы и в средину разварили двери получили жесткие хорошие но разваривать по-любому надо и пластина вот это на два прутика или на 3 жидковато на 4 самый раз мы попробовали и так и так и так же самое это перегородка тоже сделано все перегородки между клетками сделаны сделаны одного типа вот так я вам сразу скажу металла хватило полностью моего того бы уж что я прошлом году брал по 6 и по моему 550 вот этот я брал по моему 550 а все трубочки и уголки и вот эти все трубы что вы видите это я брал по 6 и и получается там тону 250 или тону 3 ну давайте грубо то она 300 хватило полностью мне на все и все эти все клетки у нас сделаны вот так вот пробелы что я варил язо анатолич потом мне помогал и сама калитка калитки все одинаковые все получилось крепко жестко и так и массивная так сказал не так что вот у тебя пляп а именно сделано все по-людски эти вот две клетки вот это вот раз напротив окна и там напротив окна 2 это две клетки сделаны для того вдруг кто-то со свиноматок плохо будет стоять в станке то будь любезно пороси здесь ну к примеру и не будет вылазить в окно не разобьет стекло ну то есть грубо говоря предохранения от разбития окна здесь и там эти все клетки все однотипные вот так получается внутри клетки двери и а так все поделано это поварили так все друзья насчет клеток полностью все закончено можно запускать хоть сейчас каждая клетка закрывается все ограждено можно запускать со всего бы лучшего металла что у нас осталось это вот такие обрызки уголочки кусочки мы их тоже где-то используем ну то есть металла хватило получается все закладушки под эти трубы я оставлял вот такие типа уголки толстой стены это я по срезаю тут у меня не надо передняя стенка тут будет какой-то щит сантиметров 50 и он будет вставляться когда будет опорос без опороса когда свиноматка будет стоять в станке они вообще не нужны а когда после опороса будут типа ограждения чтобы поросят они бегали поилки тоже у меня уже все есть во все станки регулируемые с нержавейки их только надо установить и повешу бак и от бака на поилке и можно запускать ну то есть воду решили чуть позже сделать с поилками сейчас занимаемся этими вот раз два и три три станка два у нас есть спасибо каналу молодой фермер у меня продал их по три тысячи гривен то у меня два есть и есть с чего слезать заднюю стенку и переднюю стенку и там ширину мы наши станки тоже сделаем будут регулироваться также сама вот как этот к примеру вот так же чик но если надо вот вот так вот и сделаем все эти пять уже готовы для пяти станков короче у нас какие планы мы делаем сейчас три станка и уста покрасим все пять станков одинаковый цвет и монтируем все пять станков закрепим бетонному полу анкерами там и так дальше я посмотрю чем лучше и и будем заниматься водой воду проведем и можно запускать когда запустим за и будем заниматься устанавливать котел сюда в котелью котел у меня есть трубы на дымоход тоже есть и поставим здесь котел по отоплению я еще не определился то ли регистры то ли батареи то ли вулканы посмотрим по деньгам по кабинету ничего мы не делали так все есть как было надо он даже по окну определиться окно заказывать нормальные сюда с подоконником поставить хорошее окно тут а у нас анатолич играет на гитаре во время обеда репетирует но так благодаря анатоличу дело пошло и пошло хорошо все таки нам двоим проще правильно анатолий вдвоем легче проще да и тот придержал тут прихватил тут обрезал туда чистил ну то есть вот так и мы оперативно все клетки все все сделали сама больше мороки это было с калитками то есть вот это все проварено центральный все зачищено проварено нижний проваренный все таки замочки навесики петлики это все ну конечно своего рода время время потратили все навесы сделали все трубочки поварили где надо посоединяли а потом что осталось поторку по соединяли в торцы все повыравнивали и поварили вот так вот между этими я очень рад что металла не пришлось покупать а если бы пришлось покупать металл то это вышло тысяч наверно 50 сейчас на данный момент по ценам если бы новые брали потому что я купил вот на вот эти вот навесы кругляки трубочку взяла такую жменьку 460 гривен это мне грубо говоря то что я купил 460 древен хватило бы только на одну калитку а так у меня сколько калиток и у меня еще металла много осталось вот такого типа только ниже транспортер меньше ну есть тоже много я его куда-то использую вот так друзья вот это вот чем мы занимаемся так что по станкам я сказал будем делать но показывать я тоже буду как будем делать тоже потом и такого типа сделаем себе станки едва сделаю на продажу сделаем на продажу потом покажу анатолий будет стараться чтоб никто не жалел что купит эти станки я почему анатолий потому что я слабенькая у меня не получается трубу красиво сварить то и шов красивый анатолич вот в этих делах конечно мастера это примесы подай еды не мешай на подхватил анатолич короче так друзья так что за поросенка спасибо диму диму покажу если приедет и из черкасс и третий не нашелся найдется заберет не найдется ну не найдется значит думаю так